Все экспонаты выставки, конечно, спрятаны под стеклом. Все-таки историческая ценность. Все, кроме этого, хотя это тоже подлинники 19 века, здесь воссоздали типичный кабинет чиновника того времени. Среди прочих предметов обязательно было полное собрание законов Российской империи. Ну, еще один атрибут, который всегда был, это портрет императора, в знак того, что здесь исполняют его волю. Именно Александр II освободил своим указом почти 20 миллионов крестьян. После чего их нужно было включить в общественную жизнь. Это потребовало от правительства множество реформ. От земской и судебной, до образовательной и военной. Земские собрания выбирали своих депутатов, представителей всех сословий, в том числе и освобожденные крестьяне. И сами крестьяне могли быть депутатами земства. И земства как раз решали все вопросы внутренней жизни. Это и дороги, и образование, и медицина. Все документы на выставке «Великие реформы» в Самарской губернии – это подлинники. Указы Александра II, журналы заседаний земства, окружного суда, положения и уставы учреждений. Реформы дали толчок для развития экономики. В Самарской губернии появилась железная дорога, создана мукомольная и химическая промышленность. Открывалось много школ, и учиться в них могли все, независимо от сословия. В губернии нужны были грамотные люди. Возникла необходимость создания и реального училища, которое окончил наш выдающийся земляк Николай Николаевич Семенов в Нобелевском городе. Это вообще уникальное явление. Выставка «Великие реформы» в Самарской губернии будет работать в Российском государственном архиве до 15 февраля. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События.